Все, запись пошла. Про что в первую очередь хотелось бы рассказать. Давайте вместе с вами наберем в адресной строке вот такой вот bitxlabs.ru. Это сайт, который может вам пригодиться. Для тех, кто еще не знает ничего про битрикс, это возможность создать свой демонстрационный сайт. Я сейчас вместе с вами его создам и на основе этого сайта мы будем делать интернет-магазин запускать. 24227. Пока у нас запускается виртуальная лаборатория, я хотел бы вам в двух словах рассказать про наш сайт, про сайт DNS Bitrix и что там стоит посмотреть, на что стоит обратить внимание. Вот я открыл его, DNS Bitrix.ru. Кстати, завтра у нас 8 декабря будет презентация новой версии, поэтому вы можете после вебинара зарегистрироваться и послушать, посмотреть, какие новинки мы предлагаем. Будет много интересного. Но мне хотелось бы рассказать вот про несколько разделов. В первую очередь это раздел «Скачать». Раздел, в котором вы можете скачать демонстрационную версию управления сайтом, например, редакции «Бизнес». Для того, чтобы установить ее на себе, себе на свой компьютер, там, если Windows стоит, а если какая-то другая операционная система, ну, можно через виртуальную машину и дистрибутив, который есть, тоже все это дело установить, запустить и в течение месяца пользоваться, разбираться, ковыряться, ставить эксперименты на такой демонстрационной версии. Если вдруг месяца не хватит, скачайте заново, старую снесете, сделаете новую установку, опять же, поизучаете, поработаете, да. То есть запомнили, сайт 1SBitrix, раздел «Скачать», файл для загрузки. Еще один раздел, который вам будет нужен, это раздел «Помощь». Здесь в первую очередь, наверное, вот сюда вот перейдем, онлайн-курсы, и здесь есть несколько онлайн-курсов. По сути, это сборник такой готовой документации по продукту, который стоит пройти. Ну, на что хотелось бы обратить внимание? Контент-менеджер курс советую изучить, администратор базовый советую изучить. Ну, это скорее для тех, кто собирается самостоятельно редактировать контент, да, самостоятельно делать установку. И для тех, кто собирается самостоятельно разрабатывать интернет-магазинство и заниматься этим магазином, просто обязательно к прохождению курса «Администратор бизнес». Курсы бесплатные, ну, как я уже говорил, да, это такой набор документации, структурированный, где прям по пунктам, по шагам описаны возможности платформы и как с ней правильно работать. Наверняка, если кто-то собирается уже на боевой хостинг выкладывать свою установку, то важен будет раздел «Установка и настройка». Так, вот он здесь находится, и настройка виртуальной машины, и настройка, установка на какой-то локальный сервер, настройка MySQL и так далее. Я не буду про это рассказывать, не знаю, что посмотрим, наверное, установка продукта, так, карта установки. Она здесь у меня уже была, вот она, например, установка на удаленный сервер, да, как проходит, там, либо дистрибутив вы будете распаковывать на удаленный сервер, либо вернемся сейчас на сайт наш, один из битрикс, раздел «Клиентам», «Скачать управление сайтом», и есть здесь вот такой скриптик, да, можно просто скачать этот скрипт, запустить его на своем сервере и выбрать ту редакцию, которая вам необходима, она будет установлена, и вы с ней сможете поработать. Тоже, да, вот как один из инструментов. Посмотрю сейчас, что у нас в моей виртуальной лаборатории. Вот эту страничку закроем. Так, у меня готова виртуальная лаборатория, я сейчас перейду на нее. Она у меня имеет вот такой адрес, 1018lab.bitrixlabs.ru Я выберу уже какое-то готовое, да, решение, которое есть. Мы устанавливаем сейчас версию продукта 16.5.4. Можем выбрать несколько решений, это в основном для простых каких-то сайтов, да. Мы можем решение какое-то выбрать из маркетплейса, но я сегодня буду показывать вам готовое решение, универсальное. Мы являемся как раз разоброчником этого решения. Оно часто используется на клиентских сайтах. То есть люди берут, просто выбирают какую-то цветовую схему, которая от их какие-то корпоративные цвета, например, подходит, да. Разные, там, бризовая, голубая, зеленая, синяя, желтая, красная и такая темная тема. Я оставлю синюю, как наиболее привычно. Жму далее. Заполняю информацию в магазине. Не буду здесь ничего менять. В вашем случае, конечно, лучше сразу указать правильное название магазина, свой логотип подгрузить, телефоны, время работы, подпись сайта, метаданные, ключевые слова, по которым будут переходить на ваш сайт и так далее. Указываем включать либо не включать складской учет. Причем, когда резервировать товар на складе, тоже можем это выбирать. Тоже оставлю все по умолчанию. А потом мы посмотрим, где это можно еще поменять в админке вашего сайта. Переходим далее. Локализация магазина. Где мы будем продавать? Ну, я думаю, большинство наших сегодня слушателей находится в России, хотя, может быть, есть люди из Украины, из Казахстана, из Белоруссии, из каких-то других соседних, сопредельных с нами стран. Информация о магазине. Банковские реквизиты. Пока все это оставлю по умолчанию, потом, после установки, все это можно в админке будет поменять так, как это необходимо нам. Использовать буду пока только базовую цену, про это отдельно поговорим. Типы плательщиков у нас будет два типа, пускай физические лица и юридические лица. Способы оплаты какие-то мы можем выбрать те, которые по умолчанию есть, но это, скажем так, самые популярные способы оплаты и также самые популярные способы доставки. Давайте выберу какую-то еще до кучи. Местоположение оставляем тоже Россия и СНГ, потому что в основном наверняка на Россию и СНГ будем продавать. И, собственно, производим процесс установки продукта. Достаточно быстро сейчас пройдет. Так, я пока буду поглядывать, не пишете ли вы какие-то вопросы. Не пишете, пишете только, что собираетесь открывать интернет-магазин. Ну, замечательно. Если кто-то параллельно делает со мной, запускает такой демо-проект, ну, здорово. На три часа у вас будет такая тестовая версия, которую можно погонять, посмотреть какие-то вещи, которые конкретно вас заинтересовали, да, какие-то инструменты, которые мы предлагаем. Они все доступны здесь в демо-версии. Сейчас она у нас установится, и мы посмотрим, как выглядит просто готовое решение, да, универсальное. Оно у нас посвящено торговле одеждой, но, в принципе, на таком вот универсальном решении можно продавать все, что угодно. Я лично много видел примеров, начиная от запчастей для мебели и заканчивая там самосборные бассейны, какая-то строительная техника, аккумуляторы один магазин продавал, тоже используя как бы вот такой готовый шаблон. Просто взяли, поменяли контент, удалили всю одежду, добавили свои товары. Про что еще хочется сказать, да, пока идет установка. Вот этот универсальный магазин, он адаптивный. Очень важный сейчас параметр, ну, все больше и больше сайтов у нас становятся адаптивными. Что это значит? Это значит, что адаптивный сайт будет одинаково удобно отображаться и на мобильном устройстве, и где-то в лесу, например. Вот, то есть... Прошу прощения. Так, установка у нас завершена. Переходим сейчас на наш сайт, на готовый. Вот так выглядит у нас наш готовенький сайт. Я уже авторизован как администратор, поэтому у меня появилась вот такая вот серенькая панелька. Я ее сейчас сверну, чтобы она нам не мешалась. Что мы здесь видим? Логотип, контактная информация, время работы, вход в личный кабинет, каталог товаров, конечно же, баннер, либо какой-то видеобаннер, поиск, причем это умный поиск, да, если я буду набирать здесь какой-то запрос, штаны, да, например, он мне сразу выдает ссылку на раздел или ссылку на какие-то товары. На кнопке соцсетей, возможность подписаться на рассылку, какой-то блок такой короткий, информационный. Сразу же, сразу же мы показываем, чем мы торгуем. Клиент, который придет на наш сайт, он сразу должен понимать, что данный интернет-магазин продает. Время, которое вот клиент будет проводить на сайте, вот этот первичный контакт, оно очень важно. Нельзя размещать на главной странице, да, какой-то большой текстовый блок или какие-то новости вверху. Человек должен прийти, увидеть картинку и понять, телефоны вы продаете или автозапчасти. Туда он попал вообще по запросу или нет. Поэтому, возможно, да, какие-то самые ходовые товары, либо товар, который мы персонально, каком-то, ну, персональные рекомендации выводим прямо на главной, даем возможность прямо здесь выбрать размер, там, либо цвет данного товара, да, оформить заказ, прямо отсюда положить товар. Опять какой-то баннер, допустим, его может быть здесь и не быть. Новости мы уже в подвал убираем, да, ну, кому надо, тот новости у нас найдет. Опять же, ссылки в соцсетях и дублируем магазин, дублируем подписку на рассылки. Ну, то есть вот такой вот типовой магазин. Давайте перейдем в какой-нибудь каталог. Футболки, не буду идти в нижнее белье, чтобы не смущать никого. Но опять же здесь, да, поиск по разделу, умный фильтр, то есть когда по каким-то параметрам, например, только белые футболки, мы сейчас посмотрим, мы выбираем и показываем те товары, которые подходят под данные запросы. То есть умный фильтр настраивается, причем он автоматически подстраивается под ту категорию, в которой он отображается. Например, если вы будете в одном и том же интернет-магазине, ну, например, продавать футболки и холодильники, то понятно, что в футболках мы будем показывать фильтры материала, из которых изготовлены футболки, а в холодильнике мы будем показывать, например, объем холодильника. Но, естественно, в футболках нам по объему холодильника отфильтровать товары не получится. Сразу у нас здесь блок профессиональных рекомендаций, лидеры продаж показываем и так далее. Сейчас перейдем еще в один раздел. Тоже, да, еще одна важная страничка – это карточка товара. Карточка товара – это тот раздел, в котором максимум информации о товаре вы должны предоставить. Вы должны дать хорошие фотографии. Если есть видеообзор какой-то вашего продукта, тоже не стесняйтесь, размещайте эту информацию в карточке товара. Видео сейчас очень популярно. Если есть 3D-модель, которую можно покрутить, тоже делайте, размещайте, потому что это тоже актуально. Люди любят такие штуки. Но это, наверное, уже, если так сильно углубляться, об этом можно поговорить, возможность подарки какие-то к товару приобрести, можем выбрать и положить всю корзину. Отзывы, комментарии о товаре, наличие на складах. То есть, в принципе, вся та информация, которую человек у нас, покупатель, да и мы сами привыкли видеть в интернет-магазинах, все это мы показываем. Следующий шаг – это корзина. Тоже важная страничка. Почему? Корзина – это то место, где клиент принимает окончательное решение, оформлять заказ или нет. Поэтому мы должны дать возможность на этой страничке изменить свой выбор. Если он вдруг решил, что будет футболку покупать, например, не размеры XS, а размеры XL, да, может прямо здесь это сделать. Если какой-то ему товар, он смотрит, в корзину накидал всего, да, и думает, что ага, вот я, например, 10 товаров готов купить сегодня, там на 10 тысяч рублей, а 5 товаров я куплю через неделю. Эти товары он должен уметь отложить, мы ему даем такую возможность, либо, может быть, удалить вообще из корзины, если он решил что-то не покупать. Но, опять же, если мы предоставляем скидки, да, то купон для скидки надо ввести. Дальше у нас уже процедура оформления заказа. Я уже вроде как, ну, я как администратор, мне система говорит, что я вроде как заказывал что-то, и поэтому какие-то данные мои автоматические подставляют. Выбираем службу доставки, а, у нас уже выбрано, ну, если надо, можем поменять, да, оплату наличными курьерами и какие-то свойства заказа. Так, ну, здесь мы, да, ничего не указывали. Давайте укажем, так будет там. Оставлюсь в адрес. 1985-06, вот мой номер. Москва, Красная площадь, 1. Допустим, да, я указал. Комментарий за заказу могу какой-то оставить, что не звонить после 6 вечера, допустим, чтобы у нас человек увидел эту штучку. Оформляем заказ, и при оформлении заказа мы уже попадем в личный кабинет. Что у меня? А, email у меня неправильная система, да, увидел, что я допустил ошибку, показывает мне это. Да, что ж такое, у меня приключается, что ли, автоматом пункта. Все, сейчас должно сработать. Все, оформляем заказ. Заказ у нас сформирован. В персональном разделе сайта, в своем, я могу посмотреть статус своих заказов, повторить заказ, подробности, какие-то информации о заказе посмотреть и так далее. Также посмотреть информацию по личному счету, свои личные данные, историю заказов, профили, корзину, подписки, если какие-то есть и так далее. Так, ну, на этом, наверное, буду потихонечку с публичкой заканчивать. Единственное, что... Ну, давайте, ладно, про редактирование потом посмотрим. Мы сейчас перейдем в раздел администрирования и запомним с вами пару хишечек, которые нам могут в дальнейшем пригодиться. В первую очередь, да, про что хотелось бы рассказать. Видите, наш Cloud показывает нам пальцем на раздел помощи. Что такое раздел помощи? Допустим, ну, вообще, как выглядит админка, да? Слева у нас главное меню административного раздела. Чуть-чуть правее это подменю главного меню. И здесь основная рабочая область. Я сейчас в качестве примера зайду, например, в каталог товаров. Давайте в раздел платье. Смотрю, да? И... Нет, даже не так сделаем. Мы перейдем с вами в раздел маркетинг и, допустим, зайдем в инструмент обетестирования. Мы не знаем, что это такое, хотим узнать, что это такое. На любой страничке, где вы находитесь, вы можете нажать вот сюда, «Помощь», и у вас откроется ссылка на учебные курсы, ссылка на советы пользователей, наших партнеров, справочные материалы именно по тому разделу, в котором вы находитесь. Ну, вот, например, учебный курс по АБ-тестированию, да? Если вам непонятно, что это за инструмент. Открываете учебный курс, смотрите, читаете, как настраивать и запускать это тестирование. И по шагам, прямо как написано, запускайте этот инструмент. Очень удобный, кстати, инструмент. Если останется время, я про него, может быть, расскажу на последнем нашем вебинаре. Так, это первый инструмент, да, это раздел «Помощь». И второй инструмент, который тоже очень важен, особенно для новичков, он называется у нас «Мастер-магазин». Это тот инструмент, с которым мы будем очень много взаимодействовать, включение всех наших трех лекций. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. По сути, это такой гайд, это пошаговая инструкция, что надо сделать для того, чтобы запустить ваш интернет-магазин, что надо настроить, какие-то основные базовые вещи, да, что надо сделать после запуска и что сделать, чтобы поддерживать активность и хорошие продажи интернет-магазина. По шагам мы будем с вами выполнять вот эти действия, знакомиться с этими разделами, не со всеми, правда, но будем смотреть и отмечать эти задания как выполнены. Давайте начнем с самого первого. Это валюты. Естественно, наш интернет-магазин, если я закрою, наш интернет-магазин может продавать в разной валюте, да, ну, скорее всего, он будет продавать в рублях, так как наверняка в основном здесь все жители России продались, собрались, заговариваясь чего-то сегодня. Вот. Мы можем задать какую-то базовую валюту, у нас она уже заведена, да, рубль. Есть какие-то другие валюты, ну, например, доллар. Автоматически мы подтягиваем курс доллара по центробанка, эти данные берутся. Ну, если вам необходимо, вы можете курс доллара задать свой, да, эти данные уже подтягиваться не будут, будут подтягиваться именно те значения, которые ввели вы. Давайте откроем какую-нибудь валюту, посмотрим, что у нас здесь есть. Данная валюта у нас указана как базовая, да, то есть все товары по умолчанию будут у нас считаться как товары в рублях. Мы указываем номинал, указываем, какой курс по умолчанию идет у нас, ну, рубль к рублю у нас один. И здесь, опять же, указан цифровой код и индекс сортировки. Языковые настройки, если необходимо, делаем. И, опять же, да, если что-то непонятно, мы заходим в CloudMine и про курсы валют, например, про информер курс валют, про валюты, что-то еще. Например, работа с валютами как раз. Все это, вся информация есть. Мы сейчас валюту не будем настраивать, она у нас уже настроена, да. Мы только отметим, что это задание у нас выполнено. И вернемся в мастер установки нашего, в мастер настройки нашего интернет-магазина. Товары могут продаваться в разных единицах. Мы можем продавать товары метрами, штуками, килограммами и так далее. Конкретно для вашего бизнеса вы можете ввести те единицы измерения, которые будут подходить именно для вас. Есть готовый классификатор, да, даже с несколькими разделами. Вы просто выбираете, например, международные единицы измерения. И выбираете единицы длины, там, единицы площади, объема и так далее. Ну, например, международные единицы измерения, включенные в ЕСКК. Пожалуйста, они есть, да, единицы объема там, единицы времени. И, если необходимо, можно какую-то свою единицу добавить. Будем считать, что это мы выполнили. Возвращаемся в мастер. На данном этапе, пока мы работаем с таким вот мастером интернет-магазина, возможно, возникли какие-то вопросы. Давайте я их взгляну. Так. Ну, давайте чуть-чуть поотвечаю на вопрос, потому что это, наверное, такая самая любимая часть моя. Да и ваша, наверное, тоже. Так, разверну сейчас. Подскажите, в дефолтовой версии есть выгрузку по умолчанию из CSV-файла? Да, есть. А импорт и экспорт? Нужно готовить формат файла, и все получится. Кто-то мне подсказывает. Ну, спасибо за помощь. Так, приобретали решение на франчайзе. Сейчас вышла новая версия. Имеем ли мы право на бесплатное обновление? Вот сходу, Андрей, так не подскажу. Напишите лучше в партнерский отдел. Вам там обязательно подскажут по версии для франчайзи. Не уверен, что она будет бесплатна. Так, можно включить отображение наличия товара на складах поставщиков. Можно включить отображение наличия товара на складах поставщиков. Ну, на поставщиков. Вообще можно, но придется обращаться к вам, к партнерам, для того, чтобы настраивать эту всю штуку. Ну, теоретически можно будет, но не тот функционал, который есть по умолчанию. Так, снизу скорость сайта, что нужно сделать, чтобы увеличить. Буду, Сергей, рассказывать про скорость сайта на втором или на третьем вебинаре. Попробуйте автокомпозит включить для начала. Расскажите про округление цен без копеек. Без проблем, сейчас покажем. Подскажите, пожалуйста, во сколько днем начнется часть по триггерным рассылкам. Давайте вместе с вами посмотрим. Я сегодня точно не собирался про триггерные рассылки рассказывать. Ну, я думаю, где-то минут через 40-50 начнется часть, где Аспро расскажет про триггерные рассылки. А я про триггерные рассылки буду рассказывать тоже, но только, наверное, в пятницу. Так, так примерно покидали. Мы сейчас посмотрели с вами используемые валюты, единицы измерений. Ну и давайте посмотрим по округлению. Вот когда мы к ценам уже подойдем, тогда мы с вами про округление и поговорим. Так, единицы измерений сделали. Типы плательщиков. Давайте посмотрим тоже. Это важный момент. Мы можем продавать разным типам плательщиков. Ну, обычно это юридические лица, например, и физические лица. И зачем их разделять? Дело в том, что для юридических лиц и для физических лиц процесс оформления заказа может быть разным, потому что мы будем выпытывать разные данные. Если для физического лица нам, например, в принципе нужен, наверное, только телефон, адрес, e-mail и фамилия, имя, отчество человека, то с юридическими лицами данных потребуется гораздо больше, если он тем более хочет по счету оплатить. Нам нужны данные, на какое юрлицо выставить счет, все необходимые реквизиты получить от данной компании и так далее. Можно добавить свои какие-то типы плательщиков, с которыми вы будете работать. Ну, у нас, пускай, по умолчанию стоит два. Мы это так и оставим, если что-то нам будет непонятно, мы нажимаем сюда на документацию. Пожалуйста, есть и обучающий урок, куда можно перейти и посмотреть. Кстати, местами вот в таком хелпе есть даже видео уроки, с которыми можно работать. Я возвращаюсь в мастер, и сейчас мы посмотрим статусы заказов. Статусы тоже могут быть разными в зависимости от того, ну, скорее, в зависимости от вашего бизнеса. Одно дело, если вы торгуете, ну, например, часто у себя показываем в презентациях, это реально существующий магазин, который делает кондитерские изделия на заказ. У вас может быть одна цепочка по оформлению заказа такая, цепочка действий. Вот, и, соответственно, свои статусы. И, возможно, другой вариант, да, когда вы торгуете какими-то автозапчастями. Тоже, да, популярный сценарий такой. Там будет совершенно, наверняка будет совершенно другая цепочка изменения статуса в заказах. Опять же, эти статусы все можно прописать. Ну, про коды сейчас не буду рассказывать. Я, на самом деле, больше буду показывать, а какие-то такие сильно углубленные вещи, они все есть в документации. И за то время, на самом деле, которое мы с вами общаемся, да, ну, их нереально показать. Ну, например, статусы, особый статус заказов, открою заказы заказов, которые нельзя удалить, которые будут в любом случае. Ну, например, код N, да, начальный статус, в который заказ устанавливается при создании. F – финальный статус, в котором заказ считается выполненным. Мы увидим сейчас, да, что у нас есть, вот они, с кодом F, с кодом N, с кодом P, например, есть. Это когда оплачено, формируется к доставке. Это не обязательный как раз-таки статус. Ну, и так далее, здесь это все подробно описано, а это можно будет факультативно, самостоятельно уже с этим разобраться. Так, будем считать, что это выполнено на статусы заказов. И вот после статусов заказов давайте как раз перейдем, вот это пока ставим, перейдем к вариантам цен. У нас пока заведена только базовая цена, и вполне возможно, именно этой базовой цены вам будет достаточно. Но часто бывают такие бизнесы, которые продают не только конечному клиенту, но и каким-то своим дилерам, каким-то своим партнерам. Для таких покупателей есть возможность заведения своей цены, своего типа цены. Давайте его заведем. Назовем его дилер. По-русски она будет называться как дилерская цена. Название по-английски. Допустим, если у нас там необходимо это название по-английски. Группа пользователей, имеющие права на просмотр этого типа цен. Мы можем создать специальную отдельную группу пользователей. Это происходит в разделе настройки. Пользователи. Группа пользователей. Можем завести группу пользователей, которая будет у нас также называться дилеры. И давать возможность видеть этот тип цены только для этих дилеров. Сейчас я не буду этим заниматься. Я оставлю только администраторов. Пускай у нас только администраторы вроде как являются дилерами. И мы им можем показывать дилерские цены. Так, мы создали с вами новый тип цены. Давайте поставим, что задание выполнено. И поговорим сейчас про еще две важные штуки. В первую очередь это округление. Так, дайте-ка я вспомню, где они у нас находятся. Так, типа цен. А, возможно, у меня здесь их сейчас не будет. Я сейчас посмотрю. Если что, покажу на другом своем проекте. Да, здесь нет. Здесь у меня нет округления. Почему? Я установил с вами, запустил эту пробную версию. Но я не сделал одной важной штуки. Я не установил последние обновления. Обновления устанавливаются в разделе Marketplace. Обновление платформы. Я открою, например, и не читаю прямое лицензионное соглашение, потому что я так с ним знаком. И если мне необходимо, я обновлю систему сайт-опдета. Ну, давайте, пока она обновляется. Я сейчас перейду на... Он мне предлагает, да, установить как раз 31 обновление. Давайте установим рекомендую на обновление, потому что они, на самом деле, наверное, будут важны. Поговорим сейчас про округление цен. У нас часто бывает такое, что цена может попадать к нам с копейками. Да, ну, не очень правильно будет показывать клиентам цены с копейками. Никто не любит, когда товар стоит на сайте 143 рубля и 37 копеек. Лучше продавать, не знаю, за 149 рублей. Больше шансов, чем купят, чем кто-то будет сидеть эти копейки высчитывать. Сейчас я под администратором зайду. Это мой тестовый такой проект, на котором я всякие эксперименты, грубо говоря, провожу. Мы перейдем с вами в раздел «Магазин». И здесь у нас цены округления. Вот оно. Мы можем задать правило округления цен для каждого типа цены отдельно. У меня здесь заведена розничная цена. Вот такое вот правило у меня уже тоже было заведено. Мы посмотрим, как оно настраивается. Выбираем, для какого типа цены будет это правило работать. Ну, здесь у меня она, например, розничная и длинерская. Минимальная цена, от которой будет вот такое округление происходить. И выбираем тип округления. Либо математическое, либо в пользу магазина, либо в пользу клиента. И указываем точность округления. Ну, и, конечно, я выбрал в пользу магазина, сохраню все это дело. И теперь, если цена будет какая-то, например, кривая, то округляться будет в пользу магазина, да, чуть-чуть увеличиваться для клиента. Но вы у себя можете немножко как-то по-другому сделать. Так как вам будет лучше подходить. Так, ну что, мы обновились? Обновились. Сразу он нам предлагает обновить. Так, вы обновили модуль e-mail маркетинга. Для правильной работы модуля необходимо выполнить конвертацию данных на странице. Мы пока не будем это делать. Так, в принципе, можем фоном сделать. Так, запрос в базу данных. Ну, можно сделать тоже его. Прямо сейчас я его просто скопирую. Иду в раздел настройки. Так. Инструменты. SQL-запрос, да, сейчас сделаю. Говорит говоря, просто вставлю его. Выполню. Так, сюда просто выполнен. Я могу немножко убрать. И вот как раз, да, функционал округления цен добавен. Нам надо создать правило округления. И необходимо указать количество действительных знаков для валют. Ну, у нас вроде как все это настроено. Так. Варианты цен. Давайте все это пока позакрываем, чтобы мне не запутаться. Варианты цен. Есть. Готовы у нас. А, задание выполнено. Возвращаюсь в мастер. И еще про что хотелось бы рассказать, это наценки. Возможность создавать наценки. Давайте сейчас создадим наценку. Пускай она у нас называется дилерская. И будет она у нас, например, минус 25%. Ну, и сохраним. Мы потом, чуть-чуть попозже вернемся, для того, чтобы посмотреть, что это такое вообще и для чего это надо. Не буду пока. Ну, конвертацию давайте эту сделаем. Правило округление завели уже. Так. Давайте начнем конвертацию. Она у нас прошла на вид, потому что у нас никаких продаж. То есть товаров-то штук 200, наверное, на силу наберется. И так далее. Поэтому она у нас достаточно быстро прошла. Возвращаюсь в мастер-магазина. Обновлю страничку. Посмотрим. Так, варианты целого мы сделали. Давайте посмотрим теперь замены контактных данных. Замена телефона в социальной сети в интернет-магазине. Вот это как раз тот раздел, который нам никаких подсказочек особо не даст. Он нам просто попишет, что замените в публичном разделе демо данные с контактной информацией на ваше настоящее. Ну, отлично. Заодно посмотрим, как данные редактируются в админке. Мы в публичной части. Мы перешли сейчас на наш сайтик, например, который мы видели. У нас сверху есть такая панель, где мы можем создавать, редактировать страницы и так далее. Но нас тут интересует вот такой режим правки. Мы видим, что у нас телефон в двух местах. Это фигурирует. Вот здесь вот как 2128506. И еще раз точно так же вот тут внизу. То есть блок такой. С номером телефона. Я беру, например, 06, поменяю его на 07. Отлично. Здесь у нас сразу бы менялось. Ну-ка. И в подвале тоже поменялось. То есть те контактные телефоны, которые есть у нас на страничке, они автоматом поменяются. Так. И что за замену телефона? А, замену социальных сетей. То же самое. Я просто провожу курсор. Ну, например, мы в соцсетях. Вот этот блок с соцсетями. И жму сюда на настройки. И прописываю ссылки на свои странички. Где у меня там? В ВКонтакте есть, в Фейсбуке, в Твиттере, в Гугле, в Инстаграме. То есть все углы на вашу страничку я здесь завожу руками. И потом, если что, смогу... Давайте отключу режим правки, чтобы он не тормозил. Спокойно взять и перейти как раз на вашу страничку. О, перешел на нашу страничку, на самом деле. Так. Давайте вернусь опять к вопросикам. Можно ли синхронизировать сайт продаж со складом? Сейчас поговорим про это. Можно ли подавлять новые поля в статусы заказов? Шаблон почтовых. Александр, вот сходу так не отвечу на ваш вопрос. Но обязательно посмотрю. Вот такой вопрос. У меня есть сайт на другой CMS. Но под домен не хочу размещать интернет-магазин. Возможно ли рамка основного домена? Магазин на Битриксе? Если да, то, может быть, дадите ссылку, где об этом можно узнать подробнее. Спасибо заранее за ответ. Владислав, ну смотрите, мы к доменам никак не привязываемся, поэтому без проблем делайте сайт на... Если хотите, делайте сайт на Битриксе. размещайте его на... К нему привязывайте... Размещайте его на том хостинге, с которым вы работаете, к нему привязывайте доменное имя, которое у вас будет. Не очень понимаю тогда, что вы собираетесь делать со старым сайтом. Просто он же у вас должен быть тоже доступен. Это же какой-то корпоративный сайт, судя по всему. Ну, в общем, можно пообщаться еще по этому поводу. Ну да, то есть у вас останется два сайта с разными доменными именами. Вы так хотите? Ну, давайте не будем сейчас в диалог вступать. Я дам свои контактные данные в конце. Можно будет по почте сегодня списаться, либо даже голосом созвониться, пообщаться. Можете телефон свой кинуть мне в questions. Кроме меня его никто не увидит. Про округление. В умном фильтре могут отображаться копейки, хотя правило округления создано. Вот, Андрей, здесь не подскажу. Здесь лучше, наверное, в техподдержку обратиться. Они вам там... Ну, такой более технический вопрос. Я не технический специалист. Я не сталкивался с таким. Поэтому, наверное, не подскажу. Лучше в ТП. Так, давайте поедем пока дальше. Посмотрим. Так, конвертация у нас закончилась. Я опять возвращаюсь к нашему... Где он? Мастер-магазина. На самом деле, вот такая тоже еще фича. Не все знают. Но... Самые популярные инструменты, с которыми нам придется работать. Например, мастер-магазины или заказы, их можно добавлять в избранное. Для того, чтобы, вот как я сейчас, да, не искать по настройкам, где находится мастер-магазин. Можно нажать вот сюда на звездочку. Это будет добавлено в избранное. Можно просто взять и перетащить. Вот сюда тоже будет добавлено в избранное. И теперь, когда я зайду на рабочий стол, у меня все необходимые инструменты, с которыми я работаю, они будут здесь в избранном. Это очень удобно. Так, замена социальных сетей. Мы будем решать, будем считать, что сделали. Да, посмотрели, как там сделали. Ну, просто урок меняли. Реквизиты интернет-магазина. Вот эту всю информацию необходимо просто взять и заполнить. Название, адрес, банковские реквизиты и так далее. После этого тоже делаем задание выполнено. И возвращаемся в мастер. Так, смотрим, что у нас. Что входит в профиль покупателя. Это скорее такая ознакомительная часть. Ну, надо просто посмотреть, какую информацию у покупателя вы можете собрать. Имя, фамилия, какие-то контактные данные, каким группам относится тот или иной покупатель. Прямо тут можно отредактировать, например. Ну, если у вас, да, как говорил, дилерская сеть, есть отдельная группа пользователей, которых вы считаете дилерами, и у вас их не так много, то можно прямо вручную так пройтись и отметить галками, что к какой сети, к какой группе пользователей относится данный покупатель. Если он дилер, то вы указываете это. Вся информация там, что в блоге писал, опять же, да, отсюда там не получится найти. Ну, доступы к форуму, там, доступы к блогам, к обучению, битрикс24, если профиль какой-то, там, привязать можно заметки по конкретному пользователю и так далее. То есть, скорее так, больше справочная информация. Давайте свернусь на эту страничку, и мы отметим, что мы с этим тоже познакомились. Посмотрим, что у нас осталось в первой части. Склады интернет-магазина. Ну, и потихонечку с вами начинаем переходить к торговому учету. Торговый учет есть прямо в админке, прямо в платформе битрикс-управления сайтом. Но что хотелось бы отметить? Это все-таки не полноценный торговый учет. Он не даст всего того функционала, который дает, например, 1СК или там какие-то сторонние сервисы. Однако для небольших компаний, которые вообще учат, там, где-то в Excel или в Google Docs в таблицах, это хорошее подспорье. Это возможность учитывать товары, приходовать их на склад, отгружать со склада, резервировать и так далее прямо в админке, то есть не прибегая к каким-то сторонним средствам. Если же вы работаете с 1СК, вам надо будет настроить интеграцию с 1СК. Мы сегодня про это не будем говорить, но я расскажу тебе про это, просмотрите. Итак, на данный момент у меня сейчас есть, например, один склад. Давайте откроем его, посмотрим. Он активен. Этот склад является у нас пунктом выдачи, мы отметили это. Мы его можем использовать для отгрузки. Сайт, с которым у нас данный склад будет работать, мы укажем, что это наш интернет-магазин, называется просто склад, указали адрес, описание какой-то телефона, графика работы, фотография и, в общем, как можно больше информации. Вообще, кстати, что касается фотографий склада, знаете, вот один из наших партнеров, который занимается созданием сайтов, интернет-магазинов для клиентов, он как-то рассказывал такой кейс, что у него, ну, один из его клиентов, да, интернет-магазин, они утверждают, что после того, как в разделе о компании они разместили фотографии офиса с живыми людьми, именно с теми, кто работает, фотографии склада с товарами, с кладовщиками, которые с этим товаром работают, они утверждают, что у них значительно прям выросли продажи интернет-магазина, и это все вопрос доверия, это все вопрос маркетинга и выстраиваемого взаимоотношения с клиентами. Люди будут бояться сайта, если он будет какой-то неаккуратный, да, если им будет непонятно, товар этот вообще существует или это какой-то сайт, такой только бабки собрать и ничего не прислать, то есть, ну, такой обманный, скажем так, сайт. Вот, поэтому ваша задача, если уж вы каким-то образом потратили денег и завлекли клиента на ваш сайт, сделать возможность использования этого сайта максимально комфортным и сделать так, чтобы клиент вам мог доверять. Вот, как раз один из инструментов повышения вот такого доверия – это размещение живых, настоящих фотографий, не клепарта какого-то, да, часто можно встретить, когда какие-то фотографии с безумно счастливыми людьми всех национальностей в интернет-магазине, ну, там, не знаю, условно говоря, Вологды какой-нибудь. Ну, жители Вологды, если покупают в этом магазине, будут сильно удивлены и будут, наверное, немножечко нервничать, если на них будут смотреть не типичные какие-то славянские лица, а, ну, какие-то совсем другие, да, не знаю, там, китайцы, например, какие-нибудь. Это может насторожить, поэтому, ну, такие нюансы учитывайте. Так, склады посмотрели с вами, а выполним сейчас, отметим, что выполнили это задание. У нас заведен один склад, мы, наверное, пока больше не будем заводить, я думаю, хватит одного за глаза. Сейчас перейдем как раз по работе с товарами. Давайте пока гляну вопросики. Так, пропал звук. Герман, появился звук? Подскажите мне, пожалуйста. Ага. А кто это подсказывает? У меня все окей. Я так понимаю, это второй спикер. Ну, спасибо за помощь. Так, вроде больше никто не пишет, что звука нет. Поэтому едем дальше. Вот товаров. Как он может осуществляться? Ну, во-первых, можно, конечно, товары эти создавать вручную. И также можно их будет с помощью импортировать. Вот у нас импорт данных, да. Или с CSV-шки, или с помощью Commerce ML протокола. Как раз то, с чем мы обмениваемся с 1С-кой. Вот. Ну, для себя выберите. Здесь как раз подсказочки есть. Давайте посмотрим, как вручную задаются, забиваются товары. Мы можем создать простой товар. Можем создавать разные типы товаров. Например, товар с торговыми предложениями. Ну, в качестве примера. Простой товар – это, грубо говоря, если мы продаем... Ох, что... Вот кружка у меня стоит рядом с ноутбуком. Если мы продаем кружку, она у нас белого цвета, объемом 250 мл, допустим, или 300 мл, да, и других кружек у нас нет, то мы заведем с вами товар, который так и будет называться. Давайте так и сделаем. Будет называться у нас кружка. Здесь, опять же, можно все прописать. Я сейчас не буду на этом останавливаться. Мета-теги и прочее-прочее, ключевые слова. Указываем бренд, если у нас есть какой-то бренд у этой кружки и так далее. Ну, что мы рекомендуем купить с этим товаром? Не знаю, с кружки, тапочки будем там рекомендовать, например, или что-то такое. Описание для анонса, подробное описание. SEO пока не касаемся. Указываем, в каком разделе у нас это будет, кружки продаваться. Давайте в обувь запихнем его. У нас просто магазин одежды, мы каталог с вами еще не редактировали, да, где что продается, поэтому запихнем в обувь. И так как у нас это одна-единственная кружка, то есть у нее нет каких-то размеров или цветов, но у нас так и остается. Мы поставим ее, например, цену в 100 рублей. Мы по количеству пока никак не можем это отредактировать. У нас включен складской учет. Мы сейчас можем завести товар, но потом, для того, чтобы у нас этот товар на складе числился, нам необходимо будет создавать документ, приходовать этот товар, поступление на склад. То есть, ну, все по-взрослому. Пока здесь ничего не трогаем. Если какие-то скидки у нас будут применены, то здесь они будут отображаться. На складах, на нашем, у нас пока один склад, да, на московском, нет этого товара. Заведем эту кружку. И дилерскую цену мы можем сразу указать. Мы, во-первых, можем вручную указать, что цена, например, для дилера будет стоить 50 рублей. Ну, или по умолчанию у нас будет базовая валюта, да, либо мы можем выбрать как раз ту наценку, которую делали, да, что у нас для дилеров будет цена минус 25%. Ох, промахнулся. Хлоп, и автоматом это все будет пересчитываться. Мы создали такой товар с вами. Сейчас можем даже пройти и посмотреть его. И, конечно, он у нас будет совсем пустой. Перейду в раздел обувь. У меня здесь всякая обувь, обувь, хлоп, кружка, да, я даже фотографию никакой не делал. Ее пока нет в наличии, поэтому есть возможность подписаться на этот товар. Когда он появится, нам придет e-mail уведомление о том, что данный товар появился в наличии. Сейчас подписываться. Помимо простых товаров, мы можем создавать товары с торговым предложением. Это уже немножечко другая история, но она, на самом деле, очень похожа. Тоже мы пишем название. Ну, например, что это будет. В футболке у нас есть там, скажем, майка. Майка, да. Здесь пока все тоже пропустим. Нас интересует именно генерация разных торговых предложений. Потому что у нас, допустим, это будет майка. Она будет у нас в трех цветах и в пяти размерах. Я запускаю такой вот генератор. У меня будет здесь название. Цвет и размер. То есть автоматически будет название данного товара, данного торгового предложения генерироваться. Ну, если у нас есть какая-то информация по весу, по размерам, мы это указываем. На единицы измерения штука. Ставка НДС не выбираем. Цена базовая, цена товара, допустим, у нас, не знаю, 500 рублей будет майка. И мы выбираем свойства. Вот эти справочники у нас заранее уже тоже заведены. Ну, если необходимо, мы можем их, опять же, отредактировать. Я выбираю там три цвета каких-то условных, да, коричневый, морской волны и синий. Выбираю размеры, так как у нас это майка, а не обувь, то обувь я просто уберу. Ну, размеры пускай будет раз, два, три, четыре, пять. Пять вот таких вот размеров. Если есть изображения, я могу прикрепить их, да. А почему это он не срабатывает у меня? А, да, для этого. Ох, надел я делу. Для коричневого, например, для коричневого всех размеров один файл могу добавить, для морской волны другой файл и так далее. Ну, понятно, да, что мы, когда просматривали товары, мы выбираем цвет коричневый, у нас показывается фотография коричневого. Выбираем морской волны, показывается морской волны и так далее. У меня нет фоток, я не буду это делать. Я просто нажму сгенерировать, и у меня сгенерировалось уже сразу, сколько получается, должно получиться 15 товаров. Все правильно, торговое предложение 15. То есть у меня пять разных размеров коричневой майки, пять разных размеров майка морской волны, пять разных размеров синей майки. Причем немножечко топорно, да, я название сгенерировал, я просто накидал туда эти переменные. Можно было немножечко подумать и написать, например, майка, давайте покажу, да, сейчас, название, цвет, свойство искового цвета, размер, размер одежды. Ну и опять же, да, то же самое делаем, еще там пару майк добавим, розовая, голубая. Раз, два, вот так вот сделаем. Сгенерирует, у нас здесь же добавится майка, цвет розовый, размер XS, например, да. То есть готовый товар уже, вернее, готовое торговое предложение. Мы это можем сохранить. Привязка к разделам, да, мы не привязали, где у нас это будет продаваться. Ну, в футболки засунем майки эти. Давайте перейдем опять в магазин, раздел футболки. Вот она у нас, майка. Мы выбираем те цвета, которые у нас есть. Ну, у нас он не отображает эти цвета, потому что у нас в наличии ничего, ни одной майки нет. Мы их не приходовали еще. Таким образом можно вручную создать товары. Можно это, товары, ну, обычно заводятся, да, из Одинесских загружают. Помимо этих типов товаров, простой товар, товары с торговым предложением, есть еще возможность продавать товары комплектами и наборами. Не буду, наверное, сейчас на этом останавливаться. Если подробнее, можно будет, опять же, через документацию в описании почитать, чем комплект будет от набора включаться. Там есть небольшие различия. Вернусь сюда. Допустим, какие-то товары мы ввели. Давайте теперь их оприходуем. Допустим, где у меня складской учет, документы. Создадим, вот, приход товара на склад. Я выбираю найти в каталоге или по штрих-коду, если у меня подключен. Что мы майки сейчас делали? Давайте перейду в футболки. Ой, вот сюда. Вот у меня майка. Выбираю. Какие майки у меня здесь будут? Ну, точное, не очень, не самая простая процедура. И пишем, например, у меня 30 майк коричневого цвета по закупочной цене 50. И там майка розового цвета 10 по закупочной цене 100. Так, у нас поставщик, наверное, еще не добавлен. Да, Иванов Иванович. Какие-то контактные данные пока упустим. Но у нас такая сущность должна быть. Вот, мы указали. Есть у нас, вернусь сейчас документы. Складской учет. Так, заново создавать. Надо было сначала завести, конечно, продавца, поставщика. Только после этого уже что-то делать. Коричневый XXL. 80 штук. Не знаю, 250 рублей. По 500, но вроде майки продавали. Так, готово. Вроде все выбрали, проводим. Все, у нас этот документ проведен. Но, давайте посмотрим. Сейчас как раз появятся эти маечки. Да, уже цвет коричневый есть, доступен. И размер XXL доступен. Потому что у нас это появилось на складе. Так. Задание выполнено. Будем считать. Вот товар вручную. Мы тоже это сделали. О, настройки по количественному учету. Сейчас мы с вами сделаем. Количественный учет товаров в интернет-магазине. Разные бывают варианты этого количественного учета. Настраивается это здесь. Значение параметров товаров по умолчанию. У нас количественный учет включен. Разрешаем покупку при отсутствии товара. Нет, не разрешаем. Да, мы как раз это с вами видели. Потому что мы не могли купить майки другого цвета, кроме как коричневый XXL. Потому что их не было. Если бы убрали здесь, то сделали изменить. И поставили бы галочку. Что у нас бы это получилось. Давайте посмотрим. Окна все просчиталось. Перезагружу. Пожалуйста, выбирай. Покупай. Как появится на склад, мы тебе перезвоним. Разрешить подписку при отсутствии товара. Да, мы тоже видели. Этот функционал тоже работает. Складской учет включен. Резервирование у нас включено. Товар резервируется при полной оплате заказа. И автоматически через 3 дня снимается резерв, если ничего с этим товаром не делается. Опять же, правила резервирования товаров. На страничке модуля настроек интернет-магазина. Настройки резервирования товаров. Могут быть при оформлении заказа, при полной оплате заказа, при счастливой оплате заказа и так далее. Это уже конкретно под себя будете. Ой, подбирать. Так, количество учетов товаров в интернет-магазине мы с вами настроили. Я отмечу, что задание у нас это выполнено. Так. Учет товаров в интернет-магазине для небольшой товар. Ну, здесь как раз, да, возможность создавать документы. Приход товара, перемещение между складами, если несколько складов. Возврат, списание, отмен, резервирование. Все эти документы можно здесь сводить. Будем считать, что мы с этим тоже с вами успешно справились. Дальше. Учет товаров в интернет-магазине для А. Что это у меня это самое? Задание выполнено. Готово. Настройка поведения заказа от различных статусов. Правила изменения статусов, да, заказа при получении оплаты, при разрешении доставки. Как они у нас будут меняться? Ну, тоже здесь настраивается. Не знаю, не буду, наверное, сейчас про это подробно останавливаться. Будем считать, что это у нас выполнено уже. Если кому-то интересно будет, но подробнее, ну, давайте там тоже остановлюсь. В какой момент списываются или резервируются товары, ну, это мы с вами уже тоже настроили, да, видели, где это настраивается. Так, ну, вкратце про торговый учет. Вот это вот, наверное, все. Единственное, про что еще хотелось бы рассказать по торговому учету, это возможность строить разные отчеты, да, по товарам, по заказам. Есть возможность. Ох, вылетело на меня. Ну, вообще, должно было сгенерировать несколько, там, по-моему, порядка 15 отчетов готовых, которые можно брать и использовать. Прошу прощения, что-то в горле совсем пересохло. Так, давайте вернемся в мастер. Что еще? Интеграция с 1С. Не буду на этом останавливаться, покажу, что есть у нас отдельный сайт. И у нас отдельно, на самом деле, достаточно часто проходят вебинары именно по интеграции 1С. 1С-bittrex.ru, он называется сайт. И здесь как раз есть раздел «Поддержка», «Вебинары». Вот все самые последние, 28 октября, был, да, мастер-класс по настройке 1С для интернет-магазина. Новый модуль там выпустили, презентовали его. Ну, отдельная тема, там про 1С можно часа три рассказывать, про простую интеграцию. Там, на самом деле, не всегда все так просто бывает, потому что редко кого встретишь с типовой, не настроенной, не перекоряченной 1С. Так, дальше что у нас? Я просто этот раздел весь опущу. Настройка платежных систем и служб доставок. Ну, смотрите, по умолчанию есть много разных платежных систем. Можно добавлять какие-то другие. Выбирайте обработчик, те, которые уже есть, обработчики, да, те, которые мы предлагаем. Как видите, их достаточно много. Либо пользуетесь вот теми, которые мы есть, либо через Marketplace какую-то другую платежную систему прикручиваете. И выбираете, ну, давайте какую-нибудь откроем, вот, наверное, одно из самых популярных, банковские карты. Посмотрим, как оно устроено. Банковская карта, открою, все, что-то задержалось. Обработчик у нас Яндекс.Касса. Яндекс.Касса умеет у нас теперь принимать, не у нас, а у Яндекса, умеет принимать не только Яндекс.Деньги, но и любые карточки. То есть Visa, MasterCard, вот эти вот самые популярные. Поэтому рекомендуется использовать их. Типы платежной системы, да, у нас относятся к банковским картам. Благотип, если надо, указываем. Тип оплаты, там, безналичный. И если у вас договоренность с Яндексом есть, да, такие договорные отношения подписаны по поводу того, что они будут принимать деньги в вашем интернет-магазине, потом, грубо говоря, там, перечислять их вам, вы будете отгружать товар, то те данные, которые они вам предоставят, там, идентификатор, номер витринного магазина, пароль магазина, мы их все здесь вводим и поставляем, да, настройки платежных систем. Ну, например, автоматически оплачивать заказ при получении успешного статуса оплаты. Если мы считаем, что мы так будем делать для физиков, ставим здесь галку. Если для юрлицы там не считаем, так то не ставим галку и так далее. Ограничения, которые могут быть, например, данной платежной системы можно будет воспользоваться там только по определенной цене, по определенной стоимости процентов от стоимости заказа для определенной валюты. И, например, карточки можно будет оплачивать только если доставка курьером, да, тоже здесь это настраивается. И, в принципе, вся та же самая история и с платежными системами, со службными доставками. Единственное, что у них настройки могут быть более, ну, скажем так, гибкие. Ну, выберем вот то, например, что есть, с AirExpress, да, срочная доставка почты. Это скорее, ну, это доставка, которую мы используем для каких-то, для доставки документов, да, характер груза мы указываем, что это документы. Заполняем вот эти все модули, которые мы здесь предлагаем в разделе настройки, да, служб доставки, они все написаны вот как раз именно владельцами этих служб доставок. И те опции, которые данный служб по доставке предоставляет, они здесь как раз указываются. И вот эту дополнительную услугу можно, например, будет выбрать при оформлении заказа. СМС-оповещение, отправители или получатели, доставка личного руки и так далее. Опять же, да, настройки трекинга. А, в SPS AirExpress она даже не требуется. Можно добавить какую-то другую автоматизированную, например, да, службу доставки. Они есть как автоматизированные, так и не автоматизированные. Ну вот, обработчики, те, которые поддерживаем, их тоже здесь много. Почта РАСИ, там, DHL, EMS есть, да, то, что есть такое самое популярное. Если чего-то нет, можно, опять же, посмотреть в Marketplace, наверняка у них есть какое-то готовое решение для нашего интернет-магазина. Кстати, что такое Marketplace, возможно, он тут не знает. Давайте откроем. Marketplace. Bittrex.ru Это такой специальный раздел, в котором собраны как готовые решения для создания интернет-магазинов или сайтов, так и разные расширения для и интернет-магазина, и просто какого-то сайта. Ну, например, давайте посмотрим, где служба доставки. Это в интеграции, наверное, будет. Нет. Площадки давайте через поиск. Доставка. Ну, что-то так не находит. Ну, на самом деле здесь... А, вот, служба доставки. Чего ж я рассеянный сегодня какой-то, господи. Ну, вот они, служба доставки. Платежных системах 105 штук. Пожалуйста, да, доставка BoxBerry, Яндекс. Доставка. Ну, и, как видите, они все бесплатные. СМС-отслеживание почты России, отдельный модуль, да, например, есть. То есть, ну, смотря с кем вы будете работать, посмотрите, наверняка, возможно, здесь есть эта система. Вот какой-то платный модуль, есть курьерская доставка, пешкарики. Не знаю, такие. Первый раз слышу, может быть, вы их сталкивались. Так. Так, так, так. Давайте вернусь в свой мастер. На этом мы с вами посмотрели. Давайте служба доставки. Тоже отмечу, что мы так пробежались по этому. Так, задание выполнено, будем считать. Ну, и по SEO давайте посмотрим сейчас. Чуть-чуть. Сейчас гляну в опросики пока. Так, посмотрели. Мы с ним смотрели. Так. Хлопс. Есть ли интеграция с мой склад? Есть. Подскажите, пожалуйста, на макклатуру сцены мы уже ответили. Можно из-за не нас из Excel. Не могу настроить звук. Юлия. Юлия, ну... Со звуком, не знаю, видеозапись, наверное, только потом посмотреть. Вот сейчас, наверное, уже не получится. Так, где вы видите финансовый результат деятельности интернет-магазина? Ну да, это все-таки лучше делать, конечно, в 1С ввести. Есть некоторые отчеты, да, где это можно посмотреть в интернет-магазине. Но именно вот что касается там поставщиков, сальдо расчетов с поставщиками, покупателями, это можно через отчеты. У меня просто что-то они не сформировались. Это грешу на демо-версию. На самом деле, в интернет-магазине лучше смотреть другие финансовые показатели. Мы на втором нашем вебинаре их посмотрим. Это финансовые показатели по выручке, по конверсии вашего интернет-магазина и вообще бизнес-модель интернет-магазина. Но это потом рассмотрим. Сколько стоит вашей компании индивидуальный дизайн? Ну, тут в зависимости от компании, да. Вот у ребят, с кем сегодня ведем вебинары. Одна цифра, у кого-то другого может быть другая. Вам рекомендую несколько звонить клиентов. Заводить свойства описания товаров нужно в 1С или в 1С Битрикса. Смотрите, если вы из 1С будете их импортировать в 1С, можно в 1С Битрикс. Ну, наверное, если вы с 1С работаете, мне кажется, удобнее все-таки это все в 1С ввести и потом выгружать на сайт. То есть здесь модель работы интернет-магазина поддерживается и такая, и такая. Так, едем дальше. Что у нас сфера настройки интернет-магазина? Ну, прям коротенько совсем. Проскочим к вами. Здесь скорее у нас такая ссылка. Просто что, да, надо сделать свои метатеги. Но это все можно через шаблоны задавать. Давайте сейчас перейдем. Через шаблоны. Например, в разделе обувь. Антелеты. Сейчас зайдем. Шаблоны автоматически будут генерировать описание того или иного товара. Ну, например, в зависимости от того, в каком разделе оно лежит или какие свойства у этого товара. Ну, я выбрал, ткнул почему-то в товар с самым турацким названием «Пантолеты кости на пляже». То есть, да, мы не указывали здесь, что товар у нас называется именно вот таким образом. Мы указали просто переменную. Вот здесь вот выбрали, какая нам нужна поля элемента. Название текущего элемента как раз, да. И у нас автоматически это сюда подставилось. И, в принципе, так все описание через такой шаблон можно прогнать. И он будет автоматически генерироваться как раз под ваш... Под ваш... Под ваш... Под ваш раздел... Под разделы вашего товара. Причем это SEO-описание, да. Мы можем задать на весь раздел. И, соответственно, товары будут там автоматически эту информацию отсюда же опять подтягивать. Создание карты сайта и создание файта robots.txt. Ну, здесь опять же, да, это все можно автоматизировать достаточно быстро. Карта сайтов у нас сейчас таким образом там создастся. Ну, попробуем. Не знаю. Я прямо вот без всяких настроек просто запустил ее, да. Карта сайта создана. Создана. Готово. И то же самое с robots.txt. Он у нас не найден. Ну, создадим какой-то самый простой. Не буду сейчас подробно об этом становиться. Что такое robots.txt, что такое сайтмап.xml. Документация про это можно почитать поподробнее. И, наверное, не получится у меня сейчас подключиться к Яндекс.Вебмастеру и к Google для вебмастеров, потому что у меня нет другой профилей. Ну, необходимо, надо будет авторизоваться в Яндексе. Давайте мы, наверное, все-таки вынесем вот это рассмотрение вот этого вопроса про SEO на пятницу, на наш второй доклад. Я смогу уже зайти и в Яндекс, и в Google. Посмотрим, как это настраивается. Так, посмотрю, сейчас остались ли какие-то вопросы. Нет, вопросов пока больше нет. Я тогда с радостью передаю слово коллеге. Так, сейчас одну секундочку спрячу questions. Дмитрий. Должно быть уже слышно. И если ты включишь экранчик, то будет еще и видно. Так, слышно. Дмитрий. Так, я здесь? Да, отлично, слышно. И надо там, вот, теперь и видно. Я тогда свой микрофон пока отключаю. Так, коллеги, давайте начнем. Меня зовут Дмитрий. Я исполнитель и директор компании Asprom. Сегодня мы расскажем, как подготовить свой интернет-магазин к Новому году на примере нашего типового решения. Одно из флагманских – это Aspro Optimus. Aspro Optimus – это достаточно универсальный интернет-магазин. Он оптимизирован для больших каталогов товаров, для высокой скорости работы. То есть позволяет запускать достаточно крупные проекты с использованием типового решения. Основные преимущества его – он позволяет запустить вам продажу за один день, позволяет гибко настраивать оформление под собственный фирменный стиль. Естественно, содержит полный набор маркетинговых инструментов для повышения продаж и спроектирован для быстрой загрузки страниц и товаров с большим каталогом и также для больших количеств торговых предложений. Также есть все инструменты для SEO-продвижения. И одной из особенностей непосредственно нашей компании – у нас есть очень хорошая техническая поддержка и большой набор обучающих материалов для как клиентов, так и непосредственно наших партнеров. Нас часто спрашивают про этот вопрос, поэтому давайте остановимся сразу на нем. Да, наше решение поддерживает полную интеграцию с 1С-предприятием. То есть можно передавать как информацию о товарах, цены, остатки, обмен информацией о заказах, реал-тайм обмен с 1С поддерживается. Для пользователей редакции «Бизнес» доступны еще дополнительные возможности, такие как различные типы цен, оптовые и розничные, поддержка наборов и комплектов и также возможность отображения остатков в разрезе складов. Последнее обновление, которое вышло совсем недавно, содержит достаточно хорошие вещи, которые нужны каждому интернет-магазину. В первую очередь это шаблоны для триггерных рассылок. То есть мы долго думали, вот когда запускаете интернет-магазин, стандартные битриксовские письма, да, они несут информацию, но когда мы говорим о продажах, о повышении, о борьбе за каждого клиента, конечно, этого недостаточно. И поэтому мы сделали их сразу готовыми, которые будут решать именно вопросы повышения продаж. Кто знает, Google недавно преподнес всем подарок, заставил регистрировать сайты через API, и Google карты у многих перестали работать. Мы сейчас добавили возможность переключиться на Яндекс, а для новых клиентов по умолчанию ставятся карты Яндекс. Также мы добавили некоторые косметические изменения, например, свойства торговых предложений можно настраивать, можно скрывать левое меню, и сделали кликабельными тизеры на карточках товара. Как непосредственно подготовить интернет-магазин к новогодним праздникам? В первую очередь нужно проверить технический фундамент. Ваш сайт должен работать быстро, потому что Новый год – это череда распродаж, это повышенный интерес, повышенный спрос. Соответственно, сайт должен работать очень быстро. Проверьте технические ошибки в работе форм обратной связи и оформления заказа. Подготовьте новогодний контент. Обязательно добавьте акции. Мы постоянно говорим, что на сайте должна быть как минимум одна маркетинговая активность. В период Нового года нужно продумать гораздо больше всяких скидок и распродаж. Как проверить скорость сайта? Во-первых, визуально. То есть посмотреть, что ваш сайт быстро откликается, быстро открываются страницы. Некоторой метрикой может служить скорость сайта в панели управления 1С Битрикс. На скриншоте сейчас показано 0,27 секунды. Это очень-очень хороший показатель для интернет-магазина. То есть если вы сможете находиться в территории быстро, очень быстро, то это очень хороший результат. Почему быстрый сайт – это очень важно? Во-первых, быстрый сайт сможет обрабатывать больше посетителей. Чем быстрее сайт, тем больше посетителей будут конвертироваться в покупателей. То есть скорость сайта напрямую влияет на ваши продажи. А что же делать, если сайт работает медленно? Начать нужно опять же с технических вопросов. Я прям настоятельно рекомендую. Зайдите в список модулей и отключите, удалите неиспользуемые модули. Очень часто люди их ставят, не зная для чего, просто для пухлости. Так делать не нужно. У нас в базе знаний есть статья, какие модули действительно необходимы, а от каких можно отказаться. Обязательно включите композитный сайт и режим автокомпозита. Включите объединение сжатия CSS-JS. Если есть возможность поработать с программистами, то оптимизируйте непосредственно программный код модулей и компонентов и выполните следующие рекомендации. С точки зрения маркетинга и дизайна сайт нужно тоже готовить. Подготовка сайта на самом деле ничем не отличается от подготовки розничной торговой точки. То есть вы привыкли, когда в период распродаж приходите в торговый центр, вас встречают елки, новогодние игрушки, украшения. Точно так же и сайт. Он должен создавать атмосферу праздника. То есть вы заходите на сайт и понимаете, что сезон, Новый год, подарки – это позитивное настроение. На главной странице, например, можно сделать самые главные баннера с новогодной стилистикой. Обязательно скидки и акции использовать новогоднюю символику. В нашем решении есть дополнительные возможности, которые позволяют создать атмосферу праздника. Например, фоны для разделов. То есть можно использовать стандартные, достаточно приевшиеся, но тем не менее такие милые и радующие глаз, картинки зимы, Нового года, елочек. Если есть возможность, если у вас немного товаров, попробуйте добавить какую-то новогоднюю стилистику прямо на сами фотографии товара. Если такой возможности нет, то как минимум добавьте акции новогодние. Они, главное, должны быть с таймерами обратного отсчета или с отчетом по количеству. То есть это создает дополнительный стимул купить сегодня у вас, а не откладывать выбор подарка на крайний день. Собственно, о самих подарках. То есть в 1S Bitrix есть механизм подарков. Мы настоятельно рекомендуем его использовать. Например, делайте подарочные упаковки, прикладывайте там елочные игрушки. Речь не идет о каких-то больших подарках или огромных скидках. Здесь важно внимание. То есть клиент должен получить какой-то сувенир, который его простимулирует купить даже у вас. Наборы и комплекты. В предновогодней череде, когда мы хотим близким людям сделать что-то приятное, мы, естественно, хотим, чтобы им было удобно пользоваться теми вещами. Ну, допустим, к велосипеду предложите купить рюкзак, к фотоаппарату, а дополнительный объектив. Если вы еще подкрепите это маркетингом, что хотя бы небольшую скидочку сделаете, то это сильно повысит ваш средний чек и перекрестные продажи. Когда в Новый год самое важное, ну и в обычной жизни это очень важно, это время. Поэтому очень важно иметь возможность оформить заказ как можно быстрее. Не создавайте дополнительных приград, когда уже пользователь решил, что он хочет купить. Соответственно, ну, задавайте как можно меньше вопросов. Используйте функционал покупки в один клик. Либо у нас есть функционал быстрого заказа прямо с корзиной. Если вы еще не перевели свой интернет-магазин на платформу D7, то сегодня это самый лучший момент. Данная платформа существенно упрощает процесс оформления заказа и уменьшает потери пользователей именно вот с этого раздела. Вот посмотрите на оформление заказа. Здесь есть уже предустановленные местоположения. То есть если вы работаете с какими-то регионами, то можно сразу их прописать быстро. Сам процесс оформления выполнен в виде мастера. То есть мы идем по шагам, и на экране только та информация, которая клиенту нужна прямо вот в сию секунду. Вот здесь показан выбор оплат. Это успешный оформленный заказ. Личный кабинет D7 тоже очень сильно изменился. Сейчас добавились профили, возможности их изменения, личные данные. Сейчас, соответственно, если покупатель совершил хотя бы раз у нас покупку в интернет-магазине, создался его профиль, он может в следующий раз уже оформлять покупку буквально тоже в один клик. То есть все данные уже заполнены, ему остается только нажать кнопку «Оформить заказ». Если мы говорим про оформление непосредственно акций и новостей в предновогодний период, тоже используйте новогоднее какое-то оформление. новогодние акции, новогодние товары. То есть не делайте просто скидку, то есть просто процент, 5% скидка, непонятно к чему. То есть придумайте какую-то историю, что новогодняя распродажа, какие-то акции, привязанные к какому-то определенному периоду времени. То есть Новый год – это как раз время чудесных историй. Интеграция с Яндекс.Маркетом. Сегодня, наверное, каждый интернет-магазин должен быть интегрирован с Яндекс.Маркет. Если вы, опять же, это не сделали, то у вас еще есть время. Это делается достаточно быстро. А с помощью нашего интернет-магазина вы можете выгружать в Яндекс.Маркет не только обычные товары, но и товары с торговыми предложениями, СКУ так называемые. То есть это товары, отличающиеся цветом, размером. То есть все это будет делаться в один клик. Сейчас я передам слово моей коллеге Марии. Она вам расскажет непосредственно про триггерные письма. Это, наверное, самая классная штука, которая вышла. В нашем решении за последнее время. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Мария Вознина. Я маркетолог компании Aspro и общаюсь с пользователями 1S Bittrex Marketplace. Итак, давайте начнем с того, что же такое триггерные письма. Триггерные письма – это, как правило, цепочка писем, которые начинают получать пользователь после того, как произойдет определенное событие. Что может быть таким событием? Например, брошенная корзина, успешное оформление заказа или что бы то ни было еще. Давайте рассмотрим конкретный пример. Допустим, вы заходите в интернет-магазин и совершаете покупку. Вам, соответственно, следом приходит информация о том, что ура, ваш заказ оформлен. Следующим письмом, например, на следующий день вам досылают список каких-то индивидуальных рекомендаций и так далее. Часто на первом этапе запуска интернет-магазина настройкой триггерных писем пренебрегают, потому что думают, ну, до email-маркетинга мы еще когда-нибудь дойдем. Почему лучше настроить самые распространенные, популярные триггерные цепочки сразу же? Потому что, во-первых, это быстро, и, два, пока вы работаете над остальным контентом, какими-то настройками, ваши письма уже работают, приносят вам конверсии и продажи. Давайте подробнее остановимся на том, что влияет на конверсию в триггерных цепочках. Во-первых, мы видим на слайде, это масштаб интернет-магазина. То есть чем больше у вас интернет-магазин, чем больше база, тем больше конверсия в заказы. Соответственно, на слайде видно примерное соотношение, то есть у интернет-магазинов с маленькими базами больше процент открытий, но меньше конверсия в непосредственные оплаты и заказы. Также на конверсию триггерных рассылок влияет чистота. Если вы отправляете одно письмо за месяц, то, соответственно, высокая открываемость, но конверсия не очень высокая. Дважды шансы получить какую-то конверсию, там, не знаю, продажи или оплату заказа возрастают, а вот 3-4, 5-7 и далее эти показатели уже начинают уменьшаться. То есть можно сделать вывод, что лучше не быть назойливым и останавливаться все-таки на двух или трех, четырех звеньях в этих цепочках. Также на конверсию влияет, собственно, период. Во второй половине месяца конверсия выше. Например, если мы посмотрим на график, то увидим, что процент просмотров в письмах более высокий в первой половине месяца, вот начиная с 16-го числа, 16-е и 20-е, это такие пики. Также очень интересный показатель — это фаза луны. Как ни странно, по статистике SoundTest.com она влияет на количество жалоб на спам. Теперь давайте посмотрим, с помощью каких сервисов можно настраивать триггерные рассылки. Во-первых, вы можете воспользоваться популярными инструментами, такими как MailChimp и Unisender. Они классные, у них очень много интересных настроек, возможностей инструментов аналитики, но их главный минус в том, что, чтобы запустить с их помощью триггерную рассылку, придется поизучать какие-то мануалы, почитать кейсы, посидеть, поковыряться в личном кабинете и потом проводить бесконечные тесты, чтобы убедиться в том, что все работает как надо. С помощью почтового модуля 1S-Bitrix конкретные инструменты триггерной рассылки сделать это гораздо проще, буквально в несколько кликов можно. Тем более, что, например, как мы уже говорили, в поставку с ProOptimus уже включены готовые красивые шаблоны, и сейчас мы об этом подробнее расскажем. Мы предусмотрели 8 шаблонов таких писем для триггерных цепочков. Цепочек – это, пожалуй, самые популярные типы, чуть дальше я о каждом из них расскажу. Вот коротко в чем их преимущество. Во-первых, они уже готовы к работе, то есть вам просто нужно запустить саму цепочку. Во-вторых, можно менять их дизайн. Цветовая схема подстраивается под ту, которую вы выберете для своего интернет-магазина. И также вы можете менять различные элементы оформления, текст, например, номера телефонов, свой логотип, кнопки, ссылки какие-то, добавлять картинки. В конструкторе шаблонов это тоже очень легко и просто делается, и чуть позже я вам это покажу. Итак, теперь перейдем к основным шаблонам, которые мы включили в поставку. Во-первых, это забытая корзина. Пожалуй, самая эффективная триггерная цепочка писем, если мы хотим получить какие-то дополнительные продажи и повысить конверсию на своем сайте. То есть, вот как видно из статистики, забытая корзина дает нам свыше 50% возвращенцев из электронных писем, причем велика вероятность, что 60% из них что-то купят и все-таки закончат заказ. То есть в среднем это может дать плюс 12% к продажам, а если вы создадите особенно удачную серию писем и правильно определите период рассылки, то продажи могут возрасти даже до таких показателей. Теперь давайте посмотрим на структуру, как выглядит это письмо. Соответственно, есть какой-то вводный текст, список забытых товаров, сумма заказа. То есть мы напоминаем пользователю, что именно он забыл о нас на сайте. Кнопка «Перейти к оформлению заказа», которая перекидывает непосредственно страницу корзины. И также блок персональных рекомендаций, то есть это возможно для продаж, и тизеры «Преимущества интернет-магазина». Забытая корзина с промокодом – это, по сути, модифицированный такой вариант триггерного письма. Соответственно, все то же самое, только в письме есть код купонок. И, соответственно, пользователь копирует его, вводит на этапе оформления заказа и получает какую-то приятную скидку. Как подкрепление и побуждение к тому, чтобы закончить заказ, работает очень хорошо. Что можно здесь порекомендовать, если вы, допустим, запускаете цепочку из двух писем? Просто напоминание о забытой корзине и забытая корзина с промокодом. То есть первое письмо вы можете послать через 30 минут, после того, как пользователь бросил свою корзину, а купон со скидкой – на следующий день. Следующее письмо – это письмо о том, что заказ прошел успешно. То есть у него функция такая, больше транзакционная, конечно, но, тем не менее, здесь есть для нас один интересный момент, потому что с помощью этого письма мы можем рассказать о каких-то, например, дополнительных скидках и акциях или дополнительных товарах, которые тоже могут быть интересны пользователю. Следующее письмо – это запрос отзыва после покупки. Почему вообще важно запрашивать отзывы у посетителей? Вот на слайде я отрезила данные, статистики. То есть 90% людей действительно признают, что отзывы влияют на их решение о покупке. Еще 68% ищут их в соц. медиа и на каких-то других сайтах перед покупкой. Плохие новости в том, что только 8% пользователей оставляют отзывы о вашем магазине или о товарах, и то, если только их как-то об этом довольно хорошо попросить. Но зато эти старания окупятся, потому что вы можете получить до плюс 12% конверсии. Давайте посмотрим, как выглядит этот шаблон у нас. То есть тоже заголовок, сопроводительный текст, список товаров, которые купил пользователь, соответственно, побуждение к тому, чтобы он оставил отзыв, и ссылка на ваш магазин, на Яндекс.Маркет. Ну и тизеры преимуществ, конечно же. И также еще одно у нас есть очень полезное письмо – это реактивация пользователя. Что вообще такое реактивация и зачем нам нужно реанимировать пользователей? Допустим, есть категория людей, которые уже 3 месяца, допустим, не заходили в ваш интернет-магазин или 3 месяца не покупали. Вы можете отправить этой категории пользователей какое-то напоминание себе, сообщить им о своих классных акциях, распродажах, каких-то персональных подборках и, соответственно, побудить их к тому, чтобы они перешли на ваш сайт, что-то посмотрели и, возможно, совершили покупку. В триггерных рассылках 1С Bittrex этот шаблон можно использовать в сценарии «Давно не заходил, давно не покупал». Если вы планируете отправлять серию таких писем, то примерный сценарий можно, опять же, посмотреть на слайде. То есть в первом письме мы говорим, что мы скучаем по вам, дорогой пользователь, пожалуйста, возвращайтесь, вот наши лучшие предложения. Во втором письме мы можем предоставить им скидку, а в третьем письме предупреждаем о том, что пишем от рассылки через несколько дней, но в четвертом уведомляем о том, что пользователь отписан от рассылки. С третьим и четвертым письмом нужно быть несколько осторожным, потому что в интернете есть кейсы о том, что люди, которые получали такое письмо, и им там, допустим, не нравилось, как сформулировано сообщение, они говорили, ну и отписывайте. Ну, соответственно, интернет-магазин получал какой-то негатив. Ну, наверное, это не совсем та реакция, на которую рассчитывали его владельцы. Вот. И также у нас есть шаблон для акций и специальных предложений. Вы можете рассылать, использовать его в разных сценариях, в разных цепочках, например, когда приветственные там какие-то письма получают пользователи после регистрации, или там для забытых корзин, или там для успешного заказа, например. Теперь в следующем блоке я бы хотела показать вам, как это все работает и как это все, соответственно, настраивается на примере нашей демоверсии. Сейчас минуточку перейдем туда. Вот, соответственно, заходим в админку нашего сайта, блок маркетинг, триггерные рассылки и переходим в список рассылок. У нас здесь уже создана тестовая рассылка, ну, мы сейчас создадим новую. Нажимаем кнопку «Добавить через мастер» и попадаем в окно, где у нас представлены все возможные опции и настройки. Вы можете создать рассылку вручную, а можете воспользоваться какими-то готовыми уже сценариями, которые здесь предусмотрены, один из Bittrex. То есть, например, забытая корзина, отмененный заказ, письма в догонку, и будильники – это напоминания, которые можно посылать в качестве реактивации. Мы воспользуемся готовым сценарием «Забытая корзина». Нажимаем «Выбрать рассылку», переходим в окно, соответственно, настройки. Сайт. Выбираем сайт, даем название своей рассылки, описание, представляем адрес, от которого будут отправляться письма. На следующем шаге мы настраиваем, соответственно, время рассылки. Я оставлю здесь 0-0-0-0, потому что мне хочется вам показать непосредственно, как это все работает на живом сайте. И, соответственно, забыл более одного дня, тоже исправляю на ноль, чтобы мы не ждали и получили сразу же красивое письмо. В блоке достижения цели мы можем выбрать какие-то опции, то есть к какой цели мы стремимся. Например, заход на сайт, изменение статуса заказа, оплата, создание нового заказа. Я думаю, что мы можем оставить оплату заказа. Следующий шаг, самый интересный. Мы попадаем непосредственно туда, где мы будем настраивать эту цепочку. На вкладке письма мы видим уже готовый сценарий, который предлагает нам один из Bittrex. Соответственно, это у нас цепочка из трех писем. Давайте посмотрим, как это все выглядит уже в готовом варианте. Ну, вот такой шаблон. Мы хотим свою цепочку настроить, поэтому, наверное, я удалю эти письма и нажму кнопку «Добавить письмо». Наши готовые шаблоны находятся в пункте меню «Дополнительные шаблоны». Мы настраиваем триггерную цепочку для забытых корзин, поэтому выбираем шаблон забытой корзины. Задаем какую-то тему. Как видно, у нас здесь есть теги персонализации. Рекомендую их использовать, потому что чем более персонализировано ваше сообщение, тем, соответственно, больше вероятность, что ваше письмо откроют, прочитают, кликнут по кнопкам и, соответственно, совершат какое-то действие. В данном случае оплата заказа, например. Ну, выбираем тему письма, набираем. Можно также проставить важность. Давайте посмотрим, как выглядит конструктор шаблонов. Что, в общем, мы можем здесь менять? Во-первых, мы можем в несколько кликов изменить свой телефон, загрузить логотип своего интернет-магазина, отредактировать текст, если по каким-то причинам вам не нравится предложенный нами вариант, добавить сюда какие-то фотографии, кнопки, ссылки, если угодно. Здесь внизу мы можем посмотреть, какие блоки дополнительно будут присоединены к нашему письму. Это, соответственно, содержимое корзины, рекомендованные товары и список актов. Давайте нажмем на кнопку «Предпосмотр». Вот, то есть, как это будет выглядеть на компьютере. Как пользователь будет получать? Ну, только, правда, здесь без персональных рекомендаций. А вот, это первое письмо. Вторым письмом, например, мы добавим как раз-таки шаблон забытой корзины с купоном. Также набираем название. Тоже смотрим, как это все выглядит, редактируем при необходимости. Ну, в общем-то, готово. Давайте нажмем «Применить». Здесь обратите внимание на опции для тестовой рассылки, прошу прощения. Вы можете там подставить, например, свой адрес, нажать кнопку «Отправить», и вам там через какое-то время в ваш ящик придет это письмо, и то есть вы можете удостовериться, все ли в порядке. Если все действительно в порядке, мы можем запустить рассылку и попробовать посмотреть, что будет на нашем интернет-магазине. У меня уже товары добавлены в корзину. Сейчас я попробую перейти к оформлению заказа. Кстати, обратите внимание, оформление заказа D7 все уже заполнено, потому что используется профиль, с которого я якобы делал прошлый заказ. Заказ мы не оформляем, мы просто бросаем в корзину и уходим. Сейчас нужно немножко подождать, чтобы пришла эта рассылка. Повторюсь, с помощью инструмента триггерных рассылок вы можете очень быстро запустить все остальные цепочки какие-то, посмотреть, как это будет работать. И на самом деле это очень важно именно в Новый год, потому что люди часто в спехе там что-то бросают, и, соответственно, если вы не напомнили о том, что заказ не завершили, то и заказа не будет. Ну вот, пришло аж два письма. Давайте посмотрим одно из них. Ну вот как раз уведомление о забытой корзине. Код купона сразу же пришел, потому что мы настроили таким образом, чтобы письма приходили сразу. Забытые товары, персональные рекомендации, основанные на прошлых просмотрах, кнопка «Перейти в каталог», тизеры. И то же самое, это первое письмо в цепочке. То же содержание заказа, рекомендации. Ну, все стандартно. Теперь давайте перейдем снова в презентацию, потому что хорошо мы настроили наши рассылки, заставили работать наш e-mail маркетинг на первом этапе запуска или, там, не знаю, продвижения интернет-магазина, но это еще не все, и на этом ваши действия не должны заканчиваться. Очень важно, особенно в период новогодних распродаж, оценивать эффективность каждой рекламы, рекламы, рекламной кампании и вообще всего маркетинга, причем на каждом шаге. Для этого используйте UTM-метки обязательно и размещайте каждый кликабельный элемент, каждую кнопку в письме, ссылку, картинку в рассылках, то есть все, с чем может взаимодействовать пользователь и получатель ваших писем. Отслеживайте статистику ежедневно. Почему ежедневно? Потому что обычно трафик в период новогодних распродаж возрастает, и то есть если вы будете ежедневно смотреть, что у вас работает, что не работает, носить какие-то коррективы, соответственно, тем больше будет эффективность от всего того, что вы делаете. И обязательно стоит настроить такие цели, как начало онлайн-чата, если, конечно, он у вас подключен, заполнение форм обратной связи, цель товара добавлен в корзину и сама продажа. С помощью чего это можно делать? С помощью всем знакомым систем аналитики и систем электронной коммерции. К первым мы отнесем Яндекс.Метрику и Google Analytics, а в вторые – это Яндекс.Электронная коммерция и Google.Электронная торговля. Собственно, в таблице можно посмотреть, чем отличается одно от другого. Сервисы веб-аналитики, они проще, понятнее с одной стороны, они тоже позволяют посчитать конверсии, но зато аналитика электронной коммерции даст вам какие-то более глубокие знания о поведении пользователей и, соответственно, с ее помощью вы еще лучше сможете отслеживать эффективность ваших всех компаний и активностей. Потому что сервисы электронной коммерции, в частности, позволяют оценить доход с каждой конверсии, с визита, покупки, оценить количество и объемы транзакций с разных источников и даже позволяют оценить, какие товары из вашего каталога лучше всего продаются, как распределяются доходы по категориям отдельным товарам и даже брендам. Соответственно, это позволит вам скорректировать ассортимент, поддержать те товары, которые продаются лучше всего и, ну, возможно, как-то там куда-то убрать, подвинуть те категории, которые продаются плохо. И также сервисы аналитики электронной коммерции позволяют анализировать содержимое заказов и, как правило, это тоже очень интересная информация к размышлению. Самое важное, как подключить и настроить систему электронной коммерции. Обычно для этого требуется вмешательство программиста, который, соответственно, там установит счетчик на ваш сайт, потом что-то как-то подключит. В общем, все это довольно долго и муторно. В решении АСПРО «Оптимус» мы предусмотрели возможность вставки кода Google Tag Manager в окно, ну и, соответственно, вы копируете его сюда или если вы используете электронную коммерцию Яндекс, активируйте этот параметр и активируйте параметр «Использовать электронную коммерцию Google». Соответственно, если у вас уже на стороне сервиса самого все настроено, данные уже начнут собираться, поступать, не обязательно, что вы обратитесь к ним именно в декабре, можно обратиться к ним в январе и уже там как-то скорректировать свою рекламную стратегию и вообще свою стратегию развития вашего интернет-магазина. На этом у меня все. Хочу пожелать вам больших конверсий и высоких продаж. Если есть вопросы, задавайте. Пишите нам на сайт, в Marketplace, на почту, в соцсети. Если хотите узнать больше интересного об электронной коммерции, каких-то подводных камнях на этапе запуска интернет-магазина, заходите в наш блог, там много всего интересного. И, конечно, не забывайте о новогодних скидках и подарках. Как вы, возможно, знаете, с 1 декабря стартовала большая новогодняя распродажа 1S Bittrex. Мы тоже не остались в стороне. До 9 января действует скидка 40% на решения с ProOptimus и наши другие готовые сайты. Подробности на Marketplace, как обычно, и у нас на сайте. Спасибо. Так, давайте я сейчас попробую еще посмотреть, что у нас по вопросам. Никита, вы с нами? С вами, с вами, с вами. Сейчас микрофон просто включал. Сейчас. Заводить свой прописание товаров нужно в 1S или в админке Bittrex. Ну, можно и там, и там. Все зависит от ваших бизнес-процессов. Да, я отвечал, и я еще раз повторю, что это важный момент, что учет все-таки торговый надо вести, да, и с товарами желательно работать либо там, либо в 1S, либо в админке Bittrex. Либо вы, как бы, да, делаете это в админке Bittrex и выгружаете эти данные в 1S, либо, наоборот, все это введете в 1S и эти данные отдаете в Bittrex. Ну, чтобы не было такого, что вы пытаетесь учет вести и в админке, и в 1S. Скорее всего, это приведет к бурдаку. Поэтому так делать не надо. Так, там сразу, сейчас я вопросы открою. Вопрос был по поводу свойств товара, где их заводить, новые свойства товара, заводить свойства описания товаров. О, нет, это, что ответили мы. Сейчас секундочку раскрою, разделчик questions. Как можно привязать новые цвета для товара? Ну, на самом деле, Екатерина не очень поняла вопрос. Вообще сами цвета для товаров вы настраиваете в разделе в админке магазин, свойства товара, магазин, название их налога этого товара, да, своего. Давайте я, наверное, попробую показать. Сейчас, секундочку. Так, сейчас я на свой экран переключу. Так, Дмитрий, я пока тогда отключаю, да, я там дальше на вопросы отвечу. Давайте там, чтобы вопросов доберемся, просто там есть вот ниже... А, есть, все, давайте дальше. Давайте на ваши вопросы ответим. Я бы ответил. Да, окей. Так, ну, будет запись вебинара однозначно, да, Никита? Да, конечно, запись. Вы презентацию дадите, мы ее тоже разошлем. Да, конечно. Так, спасибо, очень интересная статья. Являемся пользователями Аспромаркет. Не могли бы вы выложить пару, ну, наверное, ссылок на статьи по триггерным рассылкам? У нас сейчас в блоге есть публикация, или будет в ближайшее время как раз именно по триггерным рассылкам. А непосредственно инструкция по настройке есть кратенько, достаточно в 1S Bittrex. У нас на сайте в разделе документации и Казпромаркет, и Казпромоптимус есть раздел, как настраивать более подробно с примерами непосредственно триггерные рассылки. Все так, все так. Я сейчас посмотрю, по-моему, у нас по триггерным рассылкам еще на какие-то статьи тоже были ссылки. Нет, нету. Ну, да, только документации. Какой-то технический вопрос, я думаю, это лучше как-то в частной беседе. Это какой? В настройках title есть переменная Это есть, да. Ладно, окей, это я сейчас тоже покажу. Так, ну, вроде все с вопросами. Тогда можно меня отключать. Да, все, Дмитрий, спасибо большое. Чудесный доклад. Вот прямо про триггерные рассылки показали так, что не знаю, есть ли мне смысл в пятницу про это рассказывать или нет. Потому что здесь, в принципе, все доступно и понятно. Спасибо большое. Пожалуйста. Ага, всего-всего хорошего. На связи. Так, я тогда покажу. Значит, два вопроса были. Как можно привязать новые цвета для товаров? Ну, здесь, так как экран мой должен сейчас показывать. Новые цвета для товаров. Да, мы идем в раздел магазин. Я захожу в свой каталог одежды. Допустим, свойства товаров. Ищем здесь цвет. Вот у меня здесь цвет есть. Так, свойства торговых предложений. Это будет цвет, справочник. Вот он, цвет. И какие цвета есть, мы здесь заносим. Вот здесь добавляем. Ну и потом, соответственно, если у вас появился какой-то товар нового цвета, вам надо в этом, во-первых, свойства торгового предложения, цвет, этот цвет завести. И потом также через генератор торговых предложений зайти, во-первых, в этот товар, который является товаром с торговыми предложениями, и создать еще товары вот с теми цветами, которые у вас будут. Вот все. Предельно простая процедура, на самом деле. Так, на второй вопрос у меня был... А, в настройках title есть переменная ThisName, которая подставляет название товара. Есть ли еще какие-нибудь переменные? Да, есть. Давайте тоже посмотрим. Давайте в плате зайдем, допустим, в какой-нибудь товар. Сейчас взглянем. Все. Опа. ThisName от магазиновой одежды это, пожалуйста, вот у нас переменные свойства товара. Пожалуйста, все свойства, которые у нас эти товары имеют, в том числе и цвет, например, здесь, да, материал. Ну, все, не вопрос вставлять, он будет сюда, вот, самый вставлять сюда. Ну, сразу видим, да, написал искусственные материалы. Или там ставим свойства, цвет, допустим. Он сейчас цвет не подставит, потому что это общий товар. Цвет он подставит там в торговом предложении, когда это будет, там, например, платья, модельственные прогулки определенного цвета какого-то. Вот. И, ну, много здесь переменных. Какие хотите, те и убирайте, подставляйте. Хоть цена там, хоть что. Надеюсь, я ответил на вопрос. Модуль склонения для генерации тайтлов по шаблону. Роман, вот не подскажу, не подскажу сходу. По склонению. Давайте уточню сегодня, потому что слышал что-то про, то ли где-то среди новинок должно появиться, то ли какой-то модуль в маркетплейсе был. Давайте уточню и напомните мне на втором вебинаре, или можете написать мне на почту «Никита1sbitrix.ru». Я отвечу вам обязательно. Ну вот, так, Олег показал, надеюсь, на вопрос ваш ответил, да, по поводу переменных, где эти переменные можно взять. Я показал, то есть они заводятся там в сами переменные эти, либо в свойства товаров, либо в свойства торгового предложения заводятся, и потом здесь будут отображаться уже. Вы будете все это заводить самостоятельно. Так, на этом все. Давайте, наверное, так-то заканчивать. Вроде вопросы закончились. Все, всем большое спасибо. Завтра, еще раз напомню, приглашаю всех на вебинар, который будет, не вебинар, а презентацию новой версии 1Sbitrix, управление сайтом, как раз по интернет-торговле, по 54-му федеральному закону, и все, что с этим связано, будет много интересного, а также много интересного будет по всяким коммуникационным модулям, по новинкам, и открытые линии, и чат с клиентом, и CRM-форма. Много будет интересного, поэтому обязательно приходите. Ну и также жду всех в... в пятницу на второй части нашего вебинара. Все. Всем спасибо. Всем всего хорошего. Продолжение следует... Продолжение следует...